ЧП на газовой заправке чудом обошлось без жертв. Через кассу давно есть. Книжные средства не проходили. 10 миллионов мимо кассы. Топ-менеджеры строительной компании отправились за решетку. Серег, сделай что-нибудь! Собачьи бои. Точнее, битва за то, где будет жить щенок или некрасивая история из Академгородка. Начинаем с огненного инцидента, который произошел накануне на Ключ-Камышинском платое. Это в Октябрьском районе Новосибирска. Там вечером прямо на автозаправке вспыхнул автомобиль. Пламя быстро перешло на газовую колонку. Что там произошло-то? Вызывайте пожарных кто-нибудь. Сейчас мужик *** колонку. Со слов очевидцев, водитель Рено Логан попросил залить полный бак и начал заводить двигатель. Но что-то пошло не так. После нескольких неудачных попыток автомобиль вспыхнул как спичка. Огонь быстро объял и одну из газовых колонок. Возникла угроза взрыва. Пожарные оказались на месте всего через несколько минут. Первые пожарные расчеты прибыли на место в течение 10 минут и провели пенную атаку, остановив возгорание и обеспечив охлаждение оборудования автозаправочной станции. Всего 9 минут потребовалось сотрудникам МЧС, чтобы локализовать пожар. В 20 часов 24 минуты объявили о полной ликвидации пожара. Выговоривший автомобиль был отбуксирован. ЧП спровоцировало пробку на выборной. На заправке произошла утечка газа. Обнаружить и ликвидировать ее удалось далеко не сразу. Не пропускают через дорогу. Газ, говорит, где-то сифонит. Не могут перекрыть газ. Всю дорогу перекрыли. И с другой стороны все колом стоит. Водитель Логана, кстати, дожидаться пожарных и полицейских не стал. Сбежал еще в самом начале. По некоторым данным, это был шофер Яндекс.Такси. Информацию сейчас проверяют. А сегодня утром на месте пожара побывали дознаватели МЧС. В данном событии отрабатывается несколько версий причин пожара. В том числе неисправность узлов агрегатов транспортного средства. Однако более точно можно будет сказать после проведенных экспертиз. Сотрудники ГИБДД уже нашли хозяина Логана. Однако за рулем был не он. Автомобиль в аренде. Теперь полицейским предстоит вычислить сбежавшего водителя. Помимо этого нужно подсчитать убытки и выяснить, кто будет возмещать ущерб. Владелец машины или шофер. В Новосибирске разыскивают молодых людей, которых подозревают в краже. Сейчас мы покажем их фотографии и видео с камер наблюдения. Посмотрите внимательно, помогите вычислить фигурантов. Известно, что 18 октября 2018 у пассажиршки маршрутного такси был похищен кошелек с деньгами и банковскими картами. В тот же день она начала получать СМС-оповещение, мол, со счета снимаются деньги за продукты из супермаркета на улице Героев Труда. Причем покупатели, судя по всему, появились в этом магазине трижды. Женщина сообщила об этом в полицию. Посмотрев видео с камер наблюдения, сыщики заметили этих подозрительных персонажей. Если вы знаете, где их искать, позвоните по телефону, который видите на экране. Новосибирский бутлегер ответит за 48 тонн медицинского спирта. Мужчина попал под суд, когда пытался нелегально провести сырье для антисептиков и косметики из Казахстана. Общая стоимость задержанной партии составила почти 5 миллионов рублей. В отношении предпринимателя были возбуждены сразу несколько уголовных дел, в том числе и за контрабанду. Судья Карасукского районного суда уже назначил дату предварительного слушания. Это 11 февраля. Другим темам эхо долгостройного скандала в Новосибирске закончился процесс в отношении бывших руководителей печально известной компании «Спецжилстрой». Наталья Кремок и Лариса Демидович в свое время занимали высокие посты в ООО «Спецжилстрой». Первая являлась гендиректором, вторая – директором по правовым и финансовым вопросам. Застройщик так и не смог осилить проект по возведению двух жилых домов на улице Выборная в Октябрьском районе. До ума проблемные объекты дольщики доводили сами. Причем для этого людям, уже оплатившим свои квадратные метры, пришлось скинуться повторно. «Спецжилстрой» же тем временем дотянул до банкротства. Казалось бы, тут и конец истории. Но со временем она получила уголовное продолжение. Правоохранители выдвинули Кремок и Демидович сразу несколько обвинений в финансовых махинациях на общую сумму больше 10 миллионов рублей. Брали денежные средства, принадлежащие данной организации, поскольку имели доступ к ним, и присваивали их, тем самым причиняли ущерб данной организации. Выдавали подложенные документы непосредственно к гражданам, которые обращались. По вопросу приобретения жилья в строящемся доме данной организации. В деле фигурировали эпизоды с присвоением финансов за якобы выполненную работу по подбору вариантов купли-продажи квартир в новостройках. В другом случае исчезли деньги, которые предназначались для строительства дороги. Обе дамы с самого начала были категорически не согласны с обвинениями. Два года назад, когда процесс только стартовал, они настаивали на возвращении материала в прокурору, а также пытались дать отвод гособвинителю и судье. Обеспечить объективное рассмотрение дела иными способами, помимо заявления отвода председательствующему, не представляется возможным по действующему законодательству. Демидович и Кремок до последнего настаивали на том, что дело было сфабриковано. Якобы это произошло после того, как инициативная группа дольщиков вернула к жизни одну из проблемных стройплощадок. Когда уже с котла вытянули до полностью коробку, некоторые люди решили, что лучше самим закончить данное строительство, потом создать управляющую компанию, ну и, как всегда, тянуть жильцов денежку, быть, так сказать, на волне. Кроме того, по мнению защитников, заявления о преступлениях поступили от лиц, не имевших на то никаких полномочий. Мол, раз ущерб причинен спецжилстрою, то обращаться в полицию должны были руководители компании, то есть те, кто в итоге выступил в роли обвиняемых. Суд счел эти доводы неубедительными и назначил Наталье Кремок 4 года и 3 месяца колонии, а Ларисе Демидович 4 года. Осужденные с приговором не согласились, их адвокаты уже подготовили апелляционные жалобы. Леонид Лишенко, Константин Менин, Евгений Агеев. Экстренный вызов. Спасателям МАЗ накануне пришлось освобождать маленького ребенка, который стал пленником в машине собственной матери. Двери заблокировало, когда женщина вышла из салона. Чтобы добраться от базы до заправки на улице Жуковского, где все и произошло, бойцам МАЗ понадобилось минут 10. Еще три ушло на открывание двери. Малыш не пострадал, разве что испугался, как и его мама. Кстати, в холода такие инциденты происходят гораздо чаще, чем в теплое время года. И случаются не только из-за детской шалости или нерасторопности взрослых, но и в силу технического сбоя электроники. И последняя неоднозначная история произошла накануне в приюте для животных в Академгородке. Двое новосибирцев попытались сдать туда щенка, но зоозащитники отказали, так как свободных мест не было. Тогда хозяин собаки просто вышвырнул ее из машины и попытался уехать. Руководитель приюта едва не попала под колеса газели. Остальные участники действия сначала опешили от такой наглости, но снимать происходящее на камеру мобильного не перестали. Серега, сделай что-нибудь! Пока руководитель приюта, можно сказать, бросалась на амбразуру, пытаясь вцепиться мертвой хваткой в дверь газели, ее помощники ловили испуганного щенка. Собаку вернули владельцу. Но проехав несколько метров, бедолага вновь вылетел из кабины. Сам водитель дал по газам и скрылся. В приюте и без того живут 249 собак. Брать на попечение новых питомцев зоозащитники просто не могут. Нет ни свободных мест, ни материальной поддержки. На этом все. Если вы стали очевидцем преступления или происшествия и сняли все на камеру, присылайте видео нам, мы покажем его в эфире. Телефон редакции 310-2005. Он доступен каждый будний день с 10 до 6. С вами была Ксения Смотрова. Берегите себя и увидимся на канале ОТС. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова